Музыка Учился я в девятой школе города Бишкек. Позже я поступил в университет после окончания школы, в международный университет Кыргызстана МУК. После окончания МУКа, в то время как раз только была введена баллонская система образования, получили степень бакалавриата, и она не давала нам возможности полноценно где-то работать или устроиться на какую-то работу. После этого я закончил магистратуру в КНУ, и после я уже начал работать преподавателем на кафедре уголовного права и процесса Юрфака Национального университета. Там проработал около шести лет, после я перевелся в другой вуз, Юрокадемию, и там проработал где-то тоже около шести лет. Того в общей должности где-то 12 лет у меня стажей преподавательского. После этого, получается, я тоже начал заниматься бизнесом и тем, и этим, то есть, ну как у нас все, да, получается. Такое время, рынок, в принципе, свободный, и кто чем занимался. И потом я как-то съездил в европейские страны, там побыл, потом поехал в Турцию, в Эмиратах был, и посмотрел вообще что-то там, как обстоят дела. То есть эти страны, скажем, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, они зарабатывают в основном на туризм. Приехал к нам, посмотрел на наши условия, да, природные вообще, что мы можем предоставить туристу. То есть у нас намного больше условий, у нас такая страна, где практически у нас 4 сезона получается. То есть мы можем не делить там сезон купальный, у нас все сезонка, если так разобраться. То есть и просто надо было мне чем-то заняться, и я, получается, думал, чего у нас нету, а у нас нету путеводителя, то есть в интернете. Я, получается, создал сайт, туристский СДИО называется, там, получается, полностью вся информация о Кыргызстане, о туризме, о предоставляемых услугах, что у нас есть. То есть в таком формате. Туристы едут в большом количестве, то есть мы уже даже делаем мониторинг, смотрим, сколько туристов приезжает, сколько туристов посещает наш сайт и какие отзывы они оставляют. Также мы проводим мероприятия, форумы туристические ежегодно. То есть в год раз мы проводим национальный форум туристический, где собираются представители туристической сферы со всех регионов страны. Форум – это обсуждение. Обсуждение определенных тем или каких-то насущных проблем. То есть обсуждаем, находим проблему и ищем пути решения этой проблемы. То есть приезжают люди со всех регионов, скажем, Ош, приезжают в США, говорят, у нас вот такая-то проблема, у нас вот проблема в том-то, у нас нет, скажем, каких-то определенных, определенной налаженной инфраструктуры, скажем, в отдаленные места привлекательные для туристов, там нет света и тому подобное. То есть мы выслушиваем это, смотрим, как мы можем помочь. Мы все эти вопросы, все эти пожелания заключаем в резолюцию. Уже с этим документом мы идем в правительство, в департамент туризма, в другие профильные министерства и просим им, чтобы они оказали содействие, помогли, еще что-то. В таком плане мы работаем. Сейчас в нашем клубе, это, наверное, большой, самый большой клуб у нас в стране, теоретически, около 223 компании у нас сейчас уже в клубе есть. Я состою в национальном деловом клубе Сергея Васильевича, наверное, знаете, да, Панамарева. Мы тоже постоянно обсуждаем там эти вопросы касательно экономики, бизнеса и, в общем, вообще развития страны. Мы работаем с Минэкономом и вот буквально вчера я был у директора департамента туризма, мы тоже разговаривали на тему, что мы вообще, какие планы и что они там собираются делать. То есть как бы планов много и дай бог, чтобы они реализовались. Мы туристическая страна, то есть у нас должно быть упор именно на развитие туризма. Почему? Потому что туризм это тоже один из секторов экономики страны. То есть если мы сейчас начнем правильно развивать туризм, будем вкладывать в это время, развивать это, то через несколько лет мы просто сможем выйти из этого кризиса, который на данный момент. У нас только департамент туризма, да, вот это на государственном уровне. То есть департамент туризма, извините меня, конечно, как бы, ну нельзя там считать деньги, но это как бы государственный орган с бюджетом 7 миллионов сомов. Что это такое вообще 7 миллионов сомов? Я, допустим, для меня 7 миллионов сомов, ну для одного человека, да, это там порядочная сумма. А для всего туризма, для такого сектора, для такой сферы, которая в мире приносит миллиарды долларов. Почему у нас, наше государство, уделяет всего лишь 7 миллионов? Ну это же смешно, правда. Для полноценного развития этой отрасли нам нужно полноценное министерство, которое будет заниматься, конкретно заниматься туризмом, конкретно помогать тем предпринимателям, которые занимаются туризмом. То есть они, помимо того, что они занимаются туризмом, они развивают нашу страну, создают условия, создают инфраструктуру в труднодоступных местах. Было бы неплохо, если бы туристическим предпринимателям, именно кто занимается в сфере туризма, сделать налоговые преференции. У нас очень много туристов вкладываются в те же самые горнолыжные базы. А в СИЗОН там и налоговая, и венполиция, и тому подобное, значит. Случаются такие моменты. То есть человеку как работать вообще? Если сейчас мы будем более-менее лояльно относиться к таким предпринимателям, которые приглашают сюда инвесторов, а инвесторы сами как бы изъявляют желание сюда приехать. Я говорю сейчас о туристах, я не говорю там о инвесторах, которые там вкладывают миллиардный капитал. Но если мы будем правильно подходить к этой отрасли, то мы будем эти миллиарды получать ежегодно, без всяких проблем. И мы будем просто туристическим центром в Средней Азии. У нас для этого есть все предпосылки. Сейчас нефть, это уже вчерашний день. Буквально осталось, я не знаю, пару десятков лет. Будут водные ресурсы. Это будет самый главный ресурс в мире, которым мы сейчас владеем, которым у нас вот под ногами он течет. Им тоже надо правильно распорядиться, чтобы он как бы работал во благо своего страны, народа там. И очень много у нас таких ресурсов. Природные ресурсы, которые нам Бог дал. Но благо, вот я говорю, что строятся дороги. Сейчас строится там еще альтернативная дорога, север-люб. Это тоже очень хорошо для внутреннего туризма. То есть, если эта дорога будет открыта, то внутренний туризм уже в проценты начнет больше развиваться. То есть, те же самые представители, скажем, южного региона Кыргызстана, им будет легко добраться уже до, скажем, зоны купального сезона, это озеро Истыкуль. Это хорошо. За это, как бы, тоже, да, можно сказать спасибо. Но надо больше делать. Стараться делать больше. Потому что государство должно понять одно. В моем понимании. То есть, у нас очень трудолюбивый народ. То есть, народу нужно создать условия и дать ему поддержку. И тогда народ сам все сделает. Не надо его уже учить. Он уже научен. Сейчас была, сейчас, слава богу, есть интернет. Можно посмотреть и посмотреть на примеры других стран, как люди работают. Вот когда люди создают, строят, да, им надо в этот момент, им надо помогать. Если государство будет помогать лучше, я говорю, я не говорю, что оно не помогает, я говорю, что оно будет лучше, будет помогать, то у нас будет в этом плане прогресс. Еще очень много же моментов, которые просто-напросто упускаются. Много. То есть, мало уделяется вопросу безопасности. То есть, с безопасностью у нас тоже есть проблемы. Постоянно туристы, допустим, лично мне на мой телефон, мой телефон многие туристы знают, они мне постоянно звонят. У нас проблемы такие-то, такие-то. Вот мы сейчас не знаем, что нам сделать. Вот тут ГАИ там, еще и всякое вот это подобное. То есть, надо в этом плане тоже поработать хорошо. Провести хорошую, я не знаю, там, воспитательную работу с представителями правоохранительных органов. То есть, чтобы они более лояльно относились с тем туристам, которые приезжают. То есть, каждый человек, допустим, каждый кыргызстанец должен знать, что турист это своего рода инвестор, он приехал вкладывать деньги, он покупает здесь нашу услугу. То есть, и мы должны этого туриста, чтобы он приехал и в следующем году. То есть, мы не должны их отпугивать. Нам надо поставить на ноги реабилитационный туризм. Все те объекты, которые находятся на территории Кыргызской республики, которые в советское время пользовались именно развитием реабилитационного направления, их надо все полностью, эти объекты реабилитировать надо. То есть, создать там условия человеческие, чтобы человек мог приехать и заплатить определенные деньги за предоставляемую услугу, получить какой-то, я не знаю, плюс для себя, для своего здоровья и уехать с нашей страны радостным и полным восхищением. Турист может на сайте Туристский Эйджи практически найти все. Отель, тур выбрать себе, выбрать себе гида, посмотреть правильные маршруты, что ему надо. Ну, вплоть до трансфера, да, человек может все получить в этом путеводителе. Он открыт, он доступен, он легок в использовании, то есть, нет никаких заморочек. Сделано так, чтобы турист, обыкновенный турист приехал и всю информацию для себя извлек. У нас туризм начинает сейчас развиваться. То есть, у нас как бы он и в советское время был, да, но в советское время ему очень мало времени уделялось, потому что раньше в основном к нам приезжали работники каких-то там профсоюзных организаций, работники там, я не знаю, промышленных каких-то объектов. А сейчас у нас, получается, туризм стал открытый и для заграничных стран, да. То есть, туристы едут, им очень интересна наша страна. А чем она интересна? Это вот именно то, что у нас еще остались первозданные такие места, куда человек может приехать просто насладиться теми местами, которых, допустим, уже в мире очень мало. Ну, действительно, их мало. Поэтому к нам туристы едут, они любят ходить по нашим горам, жить в наших юртах, да, то есть, и смотреть на те обряды, которые присущи к кыргызскому народу. То есть, им это очень интересно. Они уже, приезжая сюда, они ознакомливаются с историей кыргызов, кто такие кыргызы и как они вообще жили, и что вот это такое, что вообще представляет наша культура. Так же и вот уже последнее время, скажем, 2-3 года идет такой вот, значит, номад, да, кочевник. То есть, всем людям, особенно, скажем, со стран Европы, Америки, им очень интересно вот этот кочевой образ жизни, как вообще это все происходит. И они приезжают сюда и получают то, что им надо. То есть, они видят тот быт, который вот был, скажем, 200, 300, 400, 500 лет назад. И они приезжают, и они проводят это время именно в тех местах, где проводили в древности кыргызы. Туристы, они стараются объехать все эти места, которые мы предлагаем. То есть, они практически, скажем, те же самые бэкпекеры, это те туристы, которые приходят сюда пешком и передвигаются на общественном транспорте по всему Кыргызстану. Они, конечно, обходят все эти красивые места, потом фотографируют и делают отзывы. Это нам очень приятно, да. То есть, очень красивых мест у нас много. Мне нравится, скажем, тот же самый Нарынский регион, да. Там уже местное население, они знают, да, что турист приедет, да. То есть, они создают ему минимальные, да, условия, но они так их преподносят, что туристу очень приятно. Во-первых, это отношение, да, к туристу, да, как к нему относятся, да. Добропорядочно, там, доброжелательно. Нарынский регион мне вот тем и нравится, что там предприниматели, те, которые занимаются именно в сфере туризма, они уже поняли, что это такое, да. И они уже всякими своими, там, я не знаю, усилиями, стараниями, они стараются что-то сделать так, чтобы людям понравилось, чтобы они приехали. Допустим, если у нас, скажем, в Бишкеке, в основном, там, отеля где-то, там, в основном только на английском, да, языке, там, да, разговаривают, потому что в основном англоязычные приезжают. А когда ты приезжаешь в Нарын, там, так бывает интересно, когда, скажем, какая-нибудь ежешка на французском говорит, да, думаешь, ну, что это такое, да. Потому что туда много едут французов, отдыхают. Им очень нравится этот регион, они поещают там очень много мест, и там очень много достопримечательностей, вы, наверное, знаете, да, тот же самый Таш-Раба, озеро Сон-Куль и много-много еще мест, которых можно посетить. То есть в каждом регионе у нас уже такая тенденция пошла, и она идет, дай бог. И дай бог мы будем эту тенденцию такую дальше-дальше продвигать и развивать. Горный туризм хорошо развит. Одно в Джалабаде, что у нас стоит только Арстанбаб, ореховые вот эти леса, которым уже там, я не знаю, сколько, тысяч лет. Это очень интересно, и это такие места, которых в мире нет. И вот это надо популяризировать, да, чтобы люди знали, чтобы они приезжали. Тот же самый Ош, гора Сулайман-То. Некоторые ее знают как гора царя Соломона. То есть это тоже надо популяризировать. В мире очень мало кто знает, что такое Сулайман-То. Те же самые предприниматели Каракола очень стараются, молодцы. Занимаются привлечением туристов, развивают туризм как могут. Сейчас там проблемы с дорогами. Опять же там где-то государство что-то не может там им как-то помочь. Почему? Ведь все прекрасно знают, что Каракол – это центр зимнего туризма Крыгойской республики. Ну неужели нельзя там маленький город, я не знаю, вложить деньги, найти, изыскать эти средства и отремонтировать дороги, создать какие-то минимальные условия. Я мечтаю, чтобы наша страна была туристическим центром, да. Не только в Средней и Центральной Айзии, чтобы была центром, скажем, Евразии. Чтобы, допустим, те страны, которые раньше нам пришли, чтобы они все сюда приезжали, чтобы они лечились у нас, проходили, я не знаю, там, реабилитационные туры. Для меня это больше всего мне это нравится. То есть даже не тот же самый купальный сезон, а именно реабилитационный туризм. Чтобы со временем у нас все наладилось, чтобы у нас везде была развита инфраструктура, чтобы у нас все жители нашей страны, все были заняты работой, чтобы все работали, чтобы все созидали. Чтобы рожали детей, воспитывали, порядочных, хороших граждан. Чтобы у нас было образование на высоком уровне. Потому что сейчас, даже сейчас, у нас образование хорошее, я бы не знал, что плохое. Потому что я сам педагог, я, в принципе, знаю, как, что там обстоят дела. Есть проблемы, ну, они решатся, я думаю. Чтобы каждый человек был грамотен. Потому что сейчас время такое, то есть надо быть грамотным, надо быть специалистом своего дела, надо знать все. Сейчас, да, надо знать все, чтобы сосуществовать. Но для этого просьба, конечно, нашему государству, как бы он смотрит, да, за этим, за всем. Не будем говорить определенных людей. Помогите народу, создайте условия, сделайте так, чтобы народ был рад, чтобы народ был доволен работой. То есть нам нужна только работа, нам нужны условия для работы. Создайте эти условия, и вы получите вдвойне больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова